Продолжение следует... Ами. Акция «Бери больше, плати меньше». Новинка – шикарная прихожая за 679 рублей. Ами. Ами. Акция «Бери больше, плати меньше». Шикарная большая кровать по лучшей цене. Всего за 459 рублей. Ами. 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 Акция «Бери больше, плати меньше». Большой угловой диван-кровать за 799 рублей. Ами. Ами. Акция «Бери больше, плати меньше». Большой диван-кровать за 549 рублей. Ами. Ами. Акция «Бери больше, плати меньше». Большой трехдверный шкаф за 299 рублей. Ами. Ами. Акция «Бери больше, плати меньше». Компьютерный стол-шкаф за 199 рублей. Ами. Здравствуйте. Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Виктория Бичурина. Фотовыставка «Якуб Колос. Известный и неизвестный» представила свою экспозицию в историко-краеведческом музее Сморгони. Баннеры и фотографии из своих фондов предоставил государственный литературно-мемориальный музей Якуба Колоса, который в этом году отмечает юбилей известного классика и одного из основоположников новой белорусской литературы. Тонкого психолога и выдатного знавца детской души в учить детей при гажосте, добру, любови до всего живого. «Никто снимаешь них не сгадая, чем речка коскося займая, якая их звязала сила, и чем я на так хлопцу мила. Бывало, только чуть разнее, чуть трошки у леси посветлее. Глядишь, на речку юншебую, и лед сей керпкою мацую». «Из кожной листевой галолки глядись твар в осени свя кроки. Павея в ветрах, шурхнусь травы, не амауир ласки, не забавы, не, то не шолох колосочков, не смех блакитных василёчков». «Миша лешан кустов, депя я салавей, и шумить и грымить срабразвонный ручей, як матулька верба хилить голову надым, и глядзяцца кусты пышным верхам своим». Творчасть народного паэта Беларуси складае целую эпоху у истории беларускай литературы. Заслуга Якуба Колоса, як национального письменника у тым, што ён адкрыл свету беларускай письменная слова, а пеу беларускай народ. Сіла паэтичнага слова настолькі магутная, што докранувшыся да ягу адноючы, з'ядновыешся зімназаужды. «Мой бацька, када я был маленьким, то в вашем узарості, любів цытоваць колоса на память. Гривки с новой землі, смехасёв пригот, я помню, каданя, блинцы пеклись на сніданя, стаём, и так далей. А у лесі, кле мы злявали грибы з'ям, ка он говорив, мухамор не варі, кеу не пойдзеў залік, і гадык залей. Твоё купалы колоса живуць ў народзі». У Якуба Колоса был свой стыль, свой непауторный життёвый шлях, чалавечый характар, духовный свет. Сярод іншых ягу выделяла гініальнасць і простосць. Мінавіта па гэтаму, многія паэтышныя творы Якуба Колоса пакладзіны на музыку. А на строгым берозе дуб за сны стоять, Звившися калинок и на исход глядять. На усходе соника маками тетей, На зябликах амикамы сполны ростей. Ксёння у музея Смаргонска історика краязнавчим проходила урочистая открытие выставы. Якуб Колос «Вядомы и невядомы» з на годы 135 годзі, з дня народження народного паэта Беларусі. Юбилей літературного класіка – гэта не просто юбилей одного чалавека, гэта юбилей народа. Бо з лёсов лепших сыновайчыны складається лёсь батьковщаны. Життё народного паэта Беларусі Якуба Колоса – выдатная сторонка в історії беларускай літературы. А творчасть ілюструє целую эпоху у культурным житті країны. Велізарный пласт національного життя. Субтитрувальниця Оля Шор Мой родный кут, як ти мне милый, Забыть тебе немаю силы. Не раз утомлены дорогой, Життём весны моей убогой. Тобе я у дунках залятаю, И там душою спочиваю. И там душою спочиваю. Выставо протягне свою работу до шостого снежня. Причин пересечь границу может быть много. Кто-то едет к друзьям или родственникам. Кто-то любит путешествовать и открывать для себя новое. А для кого-то прохождение пункта пропуска – это составная часть работы. Всех, кто решил посетить Беларусь или выехать за её пределы в сторону Литовской республики, первыми встречают военнослужащие отделения пограничного контроля «Котловка» с Маргонской пограничной группы. Тысяча транспортных средств и 2500 лиц в сутки пересекают международный автодорожный грузопассажирский пункт пропуска «Котловка». Именно такова его расчётно-пропускная способность. Пункт пропуска расположен в одноимённой деревне Островецкого района Гродненской области. Все категории транспортных средств граждан всех стран мира могут проследовать в направлении как из Беларуси в Литву, так и обратно. Первыми встречать и последними провожать на рубеже республики выпала честь и ответственность тактичным и вежливым военнослужащим отделения пограничного контроля «Котловка» с Маргонской пограничной группой. В обязанности контролёров входит оформление лиц, пересекающих границу, проверка их документов и других оснований для пересечения государственной границы. Это входят страховые полисы граждан как Республики Беларусь, так и сопредельных государств. Требования ко всем военнослужащим предъявляются в настоящее время серьёзные. Прежде чем попасть к нам на службу, проходятся соответствующие испытания. Это физическая подготовка, тестирование психологическое, профпригодность, беседа с руководящими, должностными лицами. Пограничники приветствуются и первоочерёдно идёт оформление людей к нам на устройство. Это со знанием иностранных языков. Пограничники встречают, пограничники провожают. Соответственно, предъявляются требования к внешнему виду. Если, как мы сказали ранее, большое количество девушек служит, значит это умеренный макияж, ногти соответствующего размера и окраски, не вызывающие. И, соответственно, общение культурно, тактично, вежливо. Мы встречаем, поэтому по нам делается вывод о нашей стране. Пока контролёры зорко всматриваются в паспорта, четвероногие помощники не менее ответственно выполняют свои служебные обязанности. Водители подъезжающих авто терпеливо ждут. Отбор военнослужащих в отделение пограничного контроля очень серьёзный. Здесь случайных людей нет. Каждый чётко знает свои обязанности и выполняет их на отлично. Ведь именно слаженная и профессиональная работа людей в зелёных погонах служит гарантом спокойствия нашего государства. Большая часть коллектива пограничного контроля пункта пропуска Котловка – прекрасная половина человечества. На хрупкие женские плечи легла ответственная задача – не допустить пересечения пункта пропуска лицами по чужим или поддельным документам. Специфика, наверное, нашего района – то, что, сами понимаете, как таможня, пограничники. Закончила школу, колледж по специальности правоведения. И после окончания были знакомые, которые здесь служили, работали, как бы предложили. Я подумала, что надо попробовать. И вот уже 16 лет я здесь. Разочароваться? Нет, не разочаровалась. Я поняла, что мне моя служба, работа устраивает. Как бы мы не сидим в каком-то офисе с документами, мы работаем с людьми. Это как бы интересно. Много что за время своей службы я увидела. Граждан разных государств, разные паспорта. Это все очень увлекательно, интересно. Посмотреть, конечно, ответственность. Но это того стоит. Нет конца вереницы машин. На смену только что уехавшим приезжает новая. А прошедшая пограничный осмотр следует в намеченном направлении, оставляя позади пункт пропуска. И только пограничники всегда на страже, на первом рубеже. Есть особые дни в году, когда православные верующие с благоговением и любовью молитвенно вспоминают умерших. Это родительские субботы. Дмитриевская родительская суббота в этом году приходится на 28 октября. Во всех православных храмах Сморгонского района уже принимаются записки о поминовении усопших. Всего в году насчитывают 8 дней памяти усопших, 7 из которых всегда проходят по субботам, а 8-й день памяти всегда выпадает на вторник. Эта дата привязана ко дню одного из самых важных православных праздников – Пасхи. В день Дмитриевской субботы, как и в другие родительские дни, на Мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста православные христиане молятся об упокоении душ почевших людей. Верующие ходят в церковь, стоят на службе, заказывают молитву об усопших, ставят свечу за упокой. В церкви вообще-то все живы, поэтому и церковь очень много указывает на то, чтобы мы не забывали о тех, кто отошел в вечность. Потому что жизнь человеческая на земле, она временная, и каждому из нас предстоит перейти вот это мгновение жизни и земной в вечность. Конечно же, для каждого из нас, когда мы, казалось бы, для человека грешного, теряем своего близкого и родного человека, то как мы можем с ним иметь взаимосвязь? Наверное, только через молитву и через вспоминание добрых его дел и поступков по жизни земной. Конечно же, каждый из нас, мы не без греха живем на земной жизни, в земной жизни. И, конечно же, вот эта молитва, которая совершается в храме, дома, она является как глотком живой воды для души человека, как и приземной жизни, так и в вечности. Через молитву мы имеем общение с теми, кто отошел в вечность, с родными, близкими, друзьями, знакомыми. И, конечно же, каждый из нас обязан в эти дни приходить в храм и молиться о своих сродниках, родных и близких. У Дмитриевской родительской субботы многовековая история. Этот день поминовения усопших был установлен великим князем Дмитрием Донским и по благословению преподобного Сергия Радонежского в XIV веке. Дмитриевская суббота несет в себе особый смысл. Установленная после Куликовской битвы, она напоминает обо всех погибших и пострадавших за православие. Церковь молится о всех христианах, вере православной, от века почувших. Мы, так же бывает, что и забыли уже имена своих сродников, тем, которым уже может быть 20 веков, может меньше, 15 веков. Но родословно же она есть. Вот церковь из-за тех людей, из-за тех души молится о покоении. И это немаловажный момент для того, кто живет на земле. Это как является нашим долгом. И немаловажно для той души, которая уже пребывает в вечности. Важно помнить, что родительские субботы – это не дни траура и скорби. Это дни памяти. Здесь есть важный нюанс. Поминать усопших нужно не с грустью, а со светлыми мыслями. Как бы сложно не было пережить утрату, вспоминать умерших близких надо с улыбкой и легким сердцем. В эту субботу у нас будет совершаться богослужение поминальной Дмитриевской родительской субботы в 9 часов утра начала божественной литургии. Но этому предшествует также еще и вечернее богослужение в пятницу. В 17.30 будет совершаться, есть такой чин – парастаз. Это особая служба, где сверштат также молится о покоении усопших отец и братьев наших. Виктория Бичурина и Александр Буров для программы «События». Виктория Бурова С новостями спорта Сергей Юрьевич Приветствую тех, кто пристально следит за спортивной жизнью в нашем районе. В минувшую субботу, 21 октября, футбольный клуб «Сморгони» в рамках 27-го тура чемпионата страны по футболу в первой лиге гостил в Минске, где встретился с местным торпедой, лидером первенства. Итог этой встречи оказался провальным для подопечных Алексея Дворецкого. Подробности в нашем видеосюжете. Как и ожидалось, хозяева на правах фаворитов этой встречи начали игру с активного прессинга на ворота «Сморгони», что и вылилось в быстрый гол. На шестой минуте после подачи углового первым на мяче оказался Александр Куган, который открыл счет в этом матче. Второй гол судья зафиксировал в середине первого тайма. После полной неразберихи в игре с «Моргонской защитой» Роман Кривулькин, который только вышел на замену, удвоил преимущество своей команды. Под занавес первого тайма Никита Пацко, обыграв Владислава Шермана, довел счет в матче до крупного. 3-0, команды отправляются на перерыв. Во втором тайме на 63-й минуте после очередной атаки на ворота «Сморгони» голкипер Гастей выбил кулаками мяч, но тот предательски лег под удар Александру Кугану, который не промахнулся и отправил его в сетку наших ворот. Конечно, были моменты и у «Сморгонцев». Вот, к примеру, Владимир Каско благодаря индивидуальному мастерству попытался обыграть защитника хозяев, а затем пробил поворотом торпеда. Но здесь на чеку оказался Матвей Франскевич, который переправил мяч на угловой. Отличный шанс отличиться имел и Алексей Рудинок, но нашему футболисту для того, чтобы забить, не хватало немного точности и силы. Пятый гол зрители стадиона торпеда увидели на 79-й минуте. Опять же, нас подвела защита, которой следовало бы выбить мяч за пределы штрафной. Александр Куган, оформивший хит-трик в этом матче, забросил мяч за шиворот нашему вратарю. Великолепной возможностью для того, чтобы отличиться, мог воспользоваться Роман Кривулькин. Но тут от очередного гола спас нас голкипер Владислав Шерман. В концовке игры красивый гол мог записать на свой счет Артем Сокол, но мяч угодил в перекладину, а спустя пару секунд Максим Санец поставил точку в разгроме нашей команды. 6-0. Полнейшее превосходство торпеда. К сожалению, наша команда в этом матче ничего не смогла показать столичной дружине автозаводцев. Все результаты тура на ваших экранах. Прошедший футбольный уикенд принес победу лучу у Торпедо и Смолевичем СТИ, которые не теряют возможности попасть в высшую лигу. Чего не скажешь, о нем они агро из столбцов. Там тоска-печаль. Команда утратила все шансы закрепиться еще на один год во втором дивизионе. Матч между Барановичей и Гомельским локомотивом не состоялся по техническим причинам. Возможно, команды его проведут в резервный день. Сенсационное поражение на выезде в Светлогорске получила команда «Энергетик БГУ» от местного химика. Лида, благодаря ничейному результату с Оршей, обошла Сморгонь в турнирные таблицы. Впереди у нас 28-й тур. Сморгонь принимает локомотив из Гомеля, который не проигрывает уже 4 матча к ряду. Игра состоится на стадионе «Юность» в субботу, 28 октября, начало в 14.30. Есть ли у вас место, в котором вы чувствуете себя по-настоящему комфортно, а самое главное – безопасно? У меня, например, есть. И этим местом всегда был и сейчас остается дом, в котором я живу. Не зря в народе говорят «мой дом – моя крепость». Но всегда ли это так? Иногда собственный дом из-за халатности или по незнанию хозяев превращается из уютного гнездышка в опасную ловушку. С началом холодов сводки МЧС начинают пестреть сообщениями о пожарах в частном жилом секторе. Основные причины возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Халатно брошенный незатушенный окурок – неисправная проводка. Чтобы прохудившийся домашний очаг не стал очагом пожара, смотровая комиссия Сморгонского райисполкома в преддверии отопительного сезона с профилактическим рейдом выехала в микрорайон Светлянский. В поле зрения специалистов попали несколько семей, которым ранее были вынесены предписания об устранении разного рода нарушений. Председатель смотровой комиссии номер один начальник отдела ЖКХ Сморгонского райисполкома Елена Отецкая пояснила, что в первую очередь цель любой смотровой комиссии – не наказать, а помочь гражданам привести свое жилье в надлежащее состояние, чтобы оно было безопасным и комфортным для проживания. Наша смотровая комиссия работает так, как и доводится всем смотровым комиссиям, которые работают и в городе, и на селе. Дважды в месяц мы посещаем домовладения граждан, все без исключения, и проверяем противопожарное состояние, подготовку к отопительному сезону и обращаем внимание на иные вопросы. Значит, первый и третий четверг месяца регулярно мы выходим не только посмотреть, как люди подготовились к отопительному сезону, но предварительно мы, конечно же, даем замечания, предписания людям, что нужно устранить, что поправить. А при иных посещениях, при следующих, значит, мы проверяем, как выполняют граждане наши предписания, то есть требования противопожарного состояния домовладений. Следующим пунктом на маршруте стало посещение нескольких домов в деревне Шимотова, которые с недавнего времени внесены в черту города. Состояние домовладений порадовало специалистов. Хозяева внимательно выслушали все наставления и обещали в ближайшее время устранить недостатки. Люди должны понимать, от того, насколько они ответственно подходят к ведению домашнего хозяйства, соблюдению правил безопасности, зависит их жизнь и сохранность нажитого имущества, подчеркнул заместитель начальника Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Шиш. Мы, как специалисты в области пожарной безопасности, при обследовании домовладений в составе смотровой комиссии, обращаем внимание на вопросы пожарной безопасности, то есть на состояние отопления, будь то печное отопление, либо газовое отопление, либо котел на твердом топливе, также на состояние электрооборудования, электропроводки и наличие в домовладениях автономных пожарных извещателей. Что касается электропроводки, основные нарушения, так скажем, заложены в самих людях при пользовании теми же мобильными телефонами, зарядными устройствами, в основном оставляют их в розетке включенными, перегружают сеть, то есть в одну розетку включают много потребителей, что категорически не допускается. Также в некоторых домовладениях используются для защиты от токов короткого замыкания, самодельные предохранители, так называемые жучки в народе. Что касается печного отопления, смотрим целостность печей, то есть чтобы не было трещин, прогаров, чтобы дверца топливника плотно закрывалась, было обмазано вокруг, чтобы возле печи не складировалось никаких горючих материалов, чтобы на печи не сушилось одежды и так далее. Также смотрим состояние дымоходов. Дымоход в пределах чердака должен быть побелен. Это делается с той целью, что в случае какого-то прогара или трещины сразу будет видно сажа на дымоходе. На особым контроле дома, где проживают малоимущие и злоупотребляющие алкоголем граждане. Они гостям рады не всегда. Зачастую похвастаться хозяевам нечем. Говорить о порядке или о пожарной безопасности здесь просто не с кем. Сегодня в доме очередной праздник. Оборванная проводка, аварийное состояние печи, разбросанные окурки, прохудившийся дымоход и просто полная антисанитария стали убедительными доводами для составления акта нарушений. Нерадивая хозяева в данном случае не стараются уберечь от беды ни себя, ни живущих рядом. Рейдовая деятельность смотровых комиссий в Сморгонском районе и в дальнейшем будет проходить в плановом порядке. В пятницу 27 октября на территорию Сморгонского района начнут поступать теплые воздушные массы с Атлантики. Пройдут кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут плюс 5, плюс 7. Днем ожидается 7,9 со знаком плюс. Ветер западный умеренный. В субботу 28 октября со Скандинавии начнут поступать более прохладные воздушные массы. Пройдут дожди. В ночные часы температура воздуха понизится до 0, плюс 2. Днем ожидается плюс 3, плюс 5. Ветер юго-западный умеренный. В воскресенье 29 октября в течение суток также ожидаются осадки. В ночные часы температура воздуха составит плюс 4, плюс 6. Днем она не превысит плюс 5, плюс 7. Ветер юго-западный умеренный. В понедельник 30 октября территория Сморгонского района будет находиться в тыловой прохладной части циклона. Пройдут дожди с мокрым снегом. В течение суток температурный фон составит плюс 2, плюс 4. Ветер северо-западный порывами до 15 метров в секунду. Это были основные темы нашего выпуска. Благодарим за внимание. Будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 за 197 рублей. АМИ! Программа события транслируется при технической поддержке общества с ограниченной ответственностью Аксиома-сервис Сморгонское кабельное телевидение.